Всем добрый день! В этом небольшом вводном видео я кратко расскажу о том, как лучше использовать видео уроки, чтобы ваше обучение оказалось наиболее эффективным. Некоторые основные рекомендации. Во-первых, чтобы вам было лучше видно, лучше развернуть видео на весь экран компьютера. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Это можно сделать с помощью специального инструмента во весь экран. Когда мы нажимаем на эту кнопку, видео разворачивается на весь экран. Если необходимо вернуть видео к обычному состоянию, то в правом нижнем углу экрана у нас есть инструмент «Выход из полноэкранного режима». Либо можно нажать клавишу «Escape». Следующая рекомендация. Сначала смотрите и внимательно слушайте объяснения, а затем выполняйте задание. Ставьте видео на паузу и либо выполняйте то, что только что увидели вслед за учителем, либо выполняйте те задания, которые были рекомендованы. Для того, чтобы поставить видео на паузу, есть специальная кнопка «Воспроизведение» или «Пауза». Можно ею пользоваться. Вот достаточно полезный инструмент – это регулировка звука. Таким вот образом можно его делать сильнее, громче и уменьшаться, либо вообще выключать. Но в данном случае нам звук нужен, поэтому мы выключать не будем. Если вы смотрите что-то повторное и помните все объяснения, то звук можно выключить, чтобы он не мешал. Следующая рекомендация заключается в том, что периодически приходится видео проматывать назад и смотреть какие-то фрагменты заново, если что-то не запомнилось или что-то было непонятным. Чтобы пролистывать видео, у нас есть вот такой вот инструмент. Можно либо вперед таким вот образом переходить, либо просто за рычажок вот так вот передвигать, и мы можем возвращаться как назад, так и перемещаться вперед. То есть к любому фрагменту и нажимать «Воспроизведение», конечно, чтобы иметь возможность его посмотреть. Все наши видео собраны в так называемые плейлисты или по-русски списки воспроизведения, и поэтому нужно тоже грамотно пользоваться этими плейлистами. Основная рекомендация – лучше смотреть видео друг за другом в порядке исследования в плейлисте. Эта рекомендация связана с тем, что в плейлисте, вот его список, мы размещаем видео в том порядке, в котором наиболее оптимально изучать различные темы. И, например, вот здесь у меня в плейлисте есть урок 1, и это всего лишь первая часть, есть следующие части этого урока. Если пролеснуть, то мы видим, вот есть часть 2, есть также часть 3 и следующие уроки. Но перед некоторыми частями могут быть также еще небольшие видео на несколько минут, которые помогают разобраться в некоторых простых задачах, которые тоже относятся к этому уроку. Под каждым видео может быть еще дополнительная полезная информация и ссылки на проекты. На них тоже стоит обращать внимание. Вот здесь вот есть такое описание, здесь оно коротенькое, но иногда бывает больше, здесь могут быть какие-то ссылки, поэтому их желательно смотреть. Ну и в самих видеоуроках очень часто будет сказано, что под видео вы найдете, например, какую-то ссылку. И пару слов о том, как лучше использовать сам канал. Как я уже сказала, на канале несколько разных видео, есть разные плейлисты. И чтобы быстро можно было находить различные уроки по различным темам, подпишитесь на канал. Это делается очень просто. Под уроком есть название канала и кнопка подписаться. Просто на нее необходимо нажать и подписка оформлена. Потом в вашем аккаунте вы сможете найти свою подписку, нажав на кнопочку инструментов. И не надо будет искать долго просмотренные видеоуроки или что-то новое искать. Кроме того, на канале будут постоянно появляться новые видео. И если вы на него подписаны, то вы сможете достаточно быстро их увидеть. И, конечно же, на канале вы можете отмечать понравившиеся видео и писать вопросы в комментариях к ним. Это нужно больше, конечно, нам, для того, чтобы сделать наши уроки более полезными и интересными. Мы будем очень признательны, если вы будете активно участвовать в нашем проекте. Я желаю вам успешного обучения, интересного просмотра видеоуроков и надеюсь на неоднократные встречи на нашем канале. Всего вам доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!